В Киеве появятся ангелы. 25 статуэток разместят по всему городу в местах туристических маршрутов. Таким образом, хотят привлечь внимание к Украине и ее историческому наследию. Меценатом промоакции стал литовский бизнесмен, который влюбился в нашу страну с первого взгляда. Первые крылатые фигуры возьмут под свою опеку зарубежное посольство. Для них в посольстве Литвы устроили презентацию проекта. Акция была не публичная, тем не менее на ней побывала наша Инесса Занина. Игнас Юрконис приехал в Киев полгода назад. Первое, что его сразило на повал – наша национальная кухня. А через три месяца общение с людьми окончательно влюбился в Украину. Люди настоящие, люди очень душевные. И когда ты добиваешься уже глубоко к человеку, ты понимаешь, что это реально ценность, это очень хороший народ. Чтобы выразить свое восхищение Украины и ее людьми, Игнас подарил Киеву 25 ангелов-хранителей. Они будут как бы маячками памятных мест столицы. Первые экземпляры возьмут под свой патронат посольство. Остальные статуэтки еще ждут своих покровителей. Первый ангел, говорят в горадминистрации, скорее всего, появится на Подоле. Места, вот мы сейчас прямо на ходу стали обсуждать, где же первый ангел должен появиться. Наверное, это будет Подол, наверное, это будет подножие Замковой горы, поскольку тут такая ассоциация. И опять же говорю, пребывание, часть историю Киева связаны с Литвой. Подол, Андреевский спуск. То есть все очень взаимосвязано. И это, по сути, один из известнейших туристических маршрутов. Киев и Вильнюс уже давно успешно сотрудничают. В столице Украины появится Литовский сквер, в Вильнюсе – украинский. Продолжить сотрудничество в культурной сфере могут и меценаты, имеющие красивую идею, считает посол Литвы Мариус Януконис. Мы посчитали важным поддержать эту красивую частную инициативу. Хотя это частная инициатива, но она направлена на развитие города, чтобы сделать Киев более привлекательный для его жителей, а также для туристов. И мы надеемся, что этот проект найдет распространение и среди общества украинского, и среди других стран. Авторы проекта надеются, что крылатые указатели станут популярными и востребованными. А со временем они будут узнавать об исторических событиях и памятных местах не только в Украине, а и в других странах. Хорошей промоуцией идеи станут селфи с Белым Ангелом на фоне здания или памятника. Это побудет туристов приехать и увидеть своими глазами уникальные места. Инесса Зайина, Ярослав Матяш, UA TV.